Всем привет, с вами Крис. Вы помните, на чем мы остановились в предыдущей серии? Мы поймали любовничка Мари. Давайте же с ним теперь разберемся, потому что мне безумно интересно, что же это за человек. А, вон он уже на балкончике сидит, какой-то сок попивает или алкоголь. Ну и что ты на нас так смотришь? Нет, скажите мне, ребята, вот что в нем нашла Мари? Ну что? Я не понимаю, может быть седые волосы так заводят? Или шоколадный цвет? Не знаю, просто не знаю. Давайте мы подойдем и поговорим с ним. И Адам у нас почему-то спит. Адам, 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 ты спишь в обнимку, смотри. Ой, знаешь, я как-то не против. Уж лучше такая пара, чем то, что было. Но, ребят, на самом деле, что-то Мари меня как-то огорчило. Ну, серьезно. Вы посмотрите на нее, она еще спит в очках. Ты хочешь показаться умной? Очки тебя не красят, дорогая, если ты зажигаешь вот с этим вот непонятным стариком. Зализанным весь, и он больше какой-то старик-хипстер. Что? Что это такое? Господи, Мари, я просто от тебя в шоке. И ты к нашей дочери не подходи, ты. Ты меня слышишь? Он еще и оглядывается по сторонам. Вот какой проказник, а. Вот вообще старпер непонятный. Я его не понимаю. Зато Рэйчел у нас так спокойненько дрыхнет. Вон, Адам уже башка просто ломится от этого безобразия. Где этот придурок? Давай с ним поговорим. Давай, 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 давай. Не надо, куда ты пошел. Ты куда пошел? Ты зачем наверх пошел? Хорошо, давайте поприветствуем дружески. Нужно вообще разобраться, что да как. О, у нас еще и счета пришли. 8 тысяч, практически 9 тысяч. Отдать за коммунальные платежи. Я в шоке. В шоке, в шоке. Что же мы узнаем-то у него такого? Блин, ему самое главное, ему не стыдно. Просто малолетнюю девку совращает. Мужик. Ужасно, ужасно. А о чем с тобой? Излить чувства. Ну сейчас. Ну сейчас. Буду изливать тебе чувства. Болтать? Да, можно поболтать. Плавушки. Понятно. Все потому, что мы нерешительные. Расслабиться в сауне. Хотим поболтать и... Поздороваться по-братски? Какой по-братски? Он тебе в отцы годится? Какой? Адам. Я вообще... Обнять по... Что это, как это? Это как это? Давайте спросим, есть ли у него пара. Мне жутко интересно, что же там происходит у него на личном фронте. Ну-ка. Ага, он не имеет партнера, значит, она по-любому его любовница получается, да? Как мне хорошо, как мне хорошо, ребята. Ну вот что-то мне хочется его оскорбить. Ну вот хочу я оскорбить его и все. Да, что-то меня проперло на это. Именно вот так я хочу себя вести сейчас с ним. Во-первых, он у нас уводит женщину. Я еще пока не увел, это самое главное. И это ужасно, ребят, это ужасно. Узнать получше? Давайте узнаем. Может быть он... Ну как вам сказать? Аферист брачный. Может же быть такой? А, то есть он тоже не постоянный. Вот в чем прикол. Ну давайте соврем про карьеру ему. Создать нелепый слух. И еще что-нибудь. Ну и оскорбим напоследок. Ох, такой набор жгучий. Ой, тебя ожидают сейчас вообще шикарнейшая жизнь. Я тебя... Я тебя изведу. Потому что ты к нашей девке просто клеишься по самое не хочу. Конечно, Мари сложно назвать нашей, потому что мы, по идее, сами изменяем своей жене законно. Но Адам у нас собственник. И он как-то не принял делить... Не принял... И он как-то не привык делить мать его ребенка, пусть даже и незаконного, с каким-то там непонятным седым идиотом. Зализанным хипстером. Не знаю, как это по-другому его назвать. Как еще мы... Чего мы ему еще можем сделать? О, Уилл сейчас в школу пойдет. О, прекрасно. Слушайте, мне кажется, надо домой собираться, потому что что-то мы здесь засиделись как-то. Ну, он понял, что с нами теперь связываться не стоит. Так, Рэйчел... О, Рэйчел у нас проснулась. Давайте мы еще немножко вот так вот поговорим, поласкать. Слушайте, у меня такое желание повзрослеть ее. Ну, я не знаю, как вам это сказать. Но, ребят, она слишком залежалась у нас в кроватке, мне кажется. Пей, пей, мое солнышко. Ну, так вот, ее сводные братья, ну, практически они все одногодки. Давайте-ка мы ее повзрослим. Ну-ка, давай. Ну что, Рэйчел, ты готова праздновать день рождения? Давайте. Сегодня у нас праздник. Сегодня у нас чудесный праздник. У нас будет маленькая дочка, которая исполнится... Сколько сегодня? Лет шесть, наверное, на скидку ей будет. Ну, давай. Ну? Ну, скорее. Я уже хочу увидеть, какая она красотка у нас получится. Блин, она реально, она загорелая. Она пошла явно в маму. Такое ощущение, что она от негра. Подождите. Подождите, она от негра родилась? Подождите. А кто отец ребенка? Слушайте, а не тот ли папаша отец ребенка? Подождите. Фу, нет, слава богу. Это наша дочь. Это она. Я уже думала, отец ребенка это Коди. Так, 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 Рэйчел. Ребята, она красивая. Она пошла в Адама. Она, мне кажется, чем-то на Уилла похожа. Есть что-то такое, да? Вы посмотрите. По-моему, нос у них папин, да? Слушай, Адам, у тебя, у детей, у всех твоих детей, твои носы. Давайте посмотрим. Боже мой, я не могу на это смотреть. Я сейчас заплачу. Мне нельзя плакать, нельзя. Я сейчас, иначе я совсем просто расклеюсь. Мне нельзя этого делать, нельзя, нельзя. О, Рэйчел, ну-ка давайте, давай мы тебя получше рассмотрим. О, боги, ты прекрасна. Наше подрастающее поколение, ребята. Какая прелесть. Вы посмотрите на нее, я готова поближе. Давайте со всех сторон. Просто начиная с ног. Ну, естественно, мы ее переоденем потом, ничего страшного. А почему она такая светлая? То есть она была сейчас темная, а теперь она посветлела. Так, ну хорошо. Ну, в общем, я ее потом переодену, но это будет уже, скорее всего, в следующей серии. Так, отец, ты давай поговори со своей дочерью. Поболтай с ней. Вот, прекрасно. Вы отличная семья. Адам, ты засыпаешь. Мне тебя искренне, Жан, пора, мне кажется, домой. И, слушайте, знаете, я что подумала? Может быть, мы Рэйчел к себе временно заберем? Ну, потому что пускай Мария решит пока свои проблемы. Я все, конечно, понимаю. Она может как бы и с дочкой своей возиться и так далее. Это, блин, это вообще не проблема. Она с ней будет видеться. Но, ну, так нельзя, Мари. Хотя, с другой стороны, мать лишает ребенка. Так, давайте посмотрим, что она делать будет. Вот смотрите, у нее дочь повзрослела. А она только думает о том, чтобы в туалет сходить. Нет, я понимаю, в туалет ходить это очень важное занятие. Вот прямо не сходишь в него, и все, будет хана в мире. Начнется просто коллапс полноценный. Но, Рэйчел, что ты делаешь? Что это за танцы? Мне кажется, у нее эпилепсия. Да, сейчас просто шутки про эпилепсию, это нормально. Особенно после выпуска 13 сериала «Тогда я». А, ты танцуешь? Господи. Я даже не поняла, что ты делаешь. Видимо, это семейная. Ты, случайно, не в семье тех росла, кто был в 13 выпуске из одного сериала, нет? И думаю, нет. Адам, солнышко мое, давай просыпайся. Мне кажется, тебе пора домой возвращаться. И да, может быть, мы с ней поговорим. Ой, что-то я как-то сомневаюсь, что она нас выслушает, поймет. А где же у нас тот мужик? Этот мужик играет. Ну, в общем, ладно, давайте пока Рэйчела ставим, решим пока эти проблемы в стороне где-нибудь, подумаем еще хорошенько. Потому что я все-таки с Васей планирую завести третьего ребенка, то есть уже своего. То есть, нет, подождите, не своего. Адам и... У Адама и у Васи будет второй свой собственный ребенок, потому что Адам все равно не знает, что Мэтью это не его сын, а всего лишь какого-то там Александра Гота, с которым загуляла наша девка. Вот тоже как-то нехорошо. У нас здесь такие просто семьи растут. Я даже не знаю. Пенси, куда же ты пошла? Может быть, за тобой последить? Нет, за тобой я тоже следить не хочу. Ты меня в последнее время очень сильно раздражаешь. Да, отлично, мы сейчас пойдем домой. Вот Рэйчел и Мари сами пускай решат свои проблемы. Что такое? Давайте за ними последим. Если у них какие-то разногласия будут, то я Рэйчел заберу. Это что такое? Мать, ты как со своей дочерью разговариваешь? Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Просто наблюдаем, ребята, просто наблюдаем. Ну, вроде пока нормально. Я не знаю, мне кажется, она такой скромной, такой милой. Она, она просто, она в нас пошла. Явно в нас. И не хватает должного воспитания. Слушайте, ребят, я правда думаю, я, наверное, со следующей серии заберу Рэйчел к себе домой. Ну, пусть Васенька о ней позаботится пока. Пускай Мари будет заниматься своими какими-то делами. Пусть она наладит свою личную жизнь, если ей так это угодно. Но давайте не будем портить психику девочки. Да, хотя у нее и так уже испорченная психика. Когда по дому шляется вот это убожество. Хорошо? Давайте мы так и сделаем. О! Жозефина куда-то пошла. Куда она пошла? Гулять, наверное. Хорошо. Да, так и решим. То есть мы потом со следующего летсплея, Адам, не зависай, заберем Рэйчел к себе. Пусть она получает должное внимание. И, по крайней мере, она будет расти вместе с детьми, со своими сводными братьями. Да, я думаю, я так и сделаю. А сейчас пора домой. Все, со всеми попрощаемся. Поговорили. Все прекрасно, все чудесно. Надо бы, конечно, поесть. Нет, 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 нет. Подожди, давайте пока поедим. Раз уж мы тут, мы хотя бы приготовим что-нибудь. Быстро перекусим. Может, что-нибудь съедим? Давай, Геркулес. Захомячь быстренько, Геркулесик. Так, вперед, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Что вот это? А, разогревали, я все поняла. Пока поймем, что да как здесь происходит. А Рэйчел не надо в школу? Что-то не поняла. Так, это у нас кто ходит? А, это Пейдж, да? Пейдж Томпсон. У них тут даже нету кровати для детей. Ну, как здесь жить? Как? Это просто не предназначено место для детей. Дом вроде большой, хороший, но он не для детей. Удивительно, удивительно. Значит, по-любому мы забираем с собой Рэйчел. Здравствуйте, Адам и Ребекка. Приглашаю вас на празднование моего дня рождения. Что? Ребекка? У тебя день рождения? Какая прелесть. Отправляемся, конечно. Конечно, мы будем. Да, и выбрать себе компанию. Отлично, отлично. Давайте, кого мы позовем? Ну, естественно, Хейли Гарретт. Это просто не обсуждается. Васенька. Естественно. Давайте еще сразу. Пол Деккер. А с кем она была? Вы не помните? Так, 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 так. Можно, в принципе, всех инопланетян позвать, но... А, боже мой, я Хейли-то перепутала. У нее же парни, по-моему, по-другому зовут. Только я не помню, как. В общем, из всех тех, что здесь есть, я чувствую, что только Хейли, это все-таки как-никак ее... Кто? Кто ее? Тетя! Тетя! Ее тетя! И Васька, ее сестренка. Ну, все, в принципе, мы готовы праздновать день рождения, отправляемся. Ну, вот, день рождения в самом разгаре. О, да. Ребята, что-то почему... А почему мы справляем его здесь? О, посмотрите, это, по-моему, Жизель идет. Жизель гостя. О, как здорово, когда Жизель тоже пригласили. Жизель, что? Что? Что, что, что? Так, хорошо. Морган Фирс. Я не знаю, я с ней не знакома. Но почему здесь делает Жизель Фина на дне рождения? И почему она идет? Блин, ребята! Мы в шоке! Рандом, я тебя обожаю, Жизель Фина. Ты в моей майке. Точнее, я. Изображена я на твоей майке. Спокойней, Крис. Просто Жизель Фина твоя фанатка. Хелп! Хелп! Помогите! Давайте посмотрим это творчество поближе. Это я! А это Жизель Фина. Боже мой! Вот это казус! Вот это абсурд! Я в шоке, ребята. Даже я не ожидала такого поворота. Даже я не ожидала. Нет, ладно, одно дело, когда ходит Адам. В надписи нашей компании. Вазер! Другое дело, когда Жизель Фина одевает майку с моим лицом. Жизель Фина! What the fuck? Блин! Так, спокойней, спокойней. Давайте посмотрим просто на гостей. Потому что здесь каждый просто друг друга просто краши. Во-первых, Пенелопа. Ой, фу, Жизель. Ну, она прекрасно выглядит. Морган. Я не понимаю, что она здесь делает. Просто не понимаю. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Хейли, ну ты прекрасна, как всегда. Такая необычная, симпатичная. Ну, просто богиня. Далее. Ребекка, что ты делаешь? Ты что гипнотизируешь? Объясни мне. Стену? Крам? Что ты там смотришь? Мусорку? Она гипнотизирует мусорку. Тоже хорошо. Ты что? Что ты? Кто ты? А, господи, это же мать Ребекки. Боже мой. Почему ты в непонятной сорочке и босиком? Да, это просто фирменный стиль. Я так понимаю. Ну и Ребекка. Ребекка просто выше всяких похвал. Как и положено быть настоящей красавицы, настоящей именинницей. Только обувь тут какая-то у тебя странная. Тебе бы поменять ее? Ну да ладно, не суть важна. В общем, у нас тут такой контингент. Мама, не горюй. Посмотрим, что же здесь будет. Не, Жозефина меня вообще прикольнула по полной. Ой, это что, мусорная? А, фут. Я думала, мусорное растение растет. О, да. Слушай, это страх. Это страх божий, не знаю. Мне не хочется просто здесь попадаться. Никому причем. Потому что это настолько странно. Особенно Жозефина. Я не могу смотреть спокойно на нее. О чем мы болтаем-то? Так, они о своем болтают. Это хорошо. Надо бы туалет пустить. Давай. Пока сделаем свои грязные дела. Нет, капец. Это капец, ребята. Я в шоке. Жозефина. Я не знала, что ты моя фанатка. Это смешно. Мне это смешно смотреть на тебя. Серьезно. Расслабиться в сауне. О, нам бы всем знать в сауну бы отправиться. Дискомфорт. Слушайте. Слушайте, пока у нас день рождения еще праздновать не началось, мы, знаете... Опа. Ребята. У меня гениальная идея. Давай. Васенька. Васенька. Пора дочку делать. Васенька. Давай, давай, давай. Пока никого нет. Никого нет. Вот, Даррен уже свою жену поздравляет. А нам, знаете, нам нужно новую подниму... Ну, знаете, новые ощущения и прочее, прочее. Пока никто не зашел там. Все пустует. Все отлично. Давай. Ну, давай. Вперед. Ребятулечки, давайте скорее. Давайте, давайте, давайте. У нас какая-то спонтанная серия получилась. Но мне нравится. Ребят, мне нравится. Так, да, да. Морган, ты здесь лишняя. Давай, давай. Здесь вершится история при тебе. Вперед. Отлично. Потом сразу Васька сделает тест на беременность. Давайте, давайте, давайте. Хейли вон со своей сестрой. Ой, со своей племяшкой разговариваю. Нет, не с племяшкой. Почему я их путаю все время, а? Жозефина, ты так похожа на... Я не буду смотреть на тебя. Я не могу. Знаете, вот тут все хорошо. А вон там все плохо. Это какая-то наркомания здесь творится. Честное слово, ребят. Я в шоке от этой игры. Что она творит здесь? Может, потом мы сходим в гости. Может быть, какой? Хейли не может никуда отправиться, пока не закончится общественное мероприятие. Понятно. То есть, нужно распускать все. Ну ладно. Потом же мы можем вытащить. Че? Ни разу не видела нас, что ли? Обнаружила, что Дебра Гарретт пришелец. Как ты обнаружила-то? А, все, он сделал свои дела и отправился. Так, мужик, не ссы. Дай нам. Нам, нам надо сходить. Использовать, во-первых. И, во-вторых, сделать тест на беременность. Отлично. Ой, 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 ой. Нет, 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 нет. А где тортик? Тортик! Hello! Где тортик? А, или вот этот мужик будет готовить. Специалист по кейтерингу. Наверное, он, скорее всего, тортик нам приготовит. Да. Жизель, ты подожди. Мы тут немножко заняты. О, тут, короче, просто дебоширство происходит. Просто день рождения в полном разгаре, ребята. Кто-то стареет, а Васька, если узнает, что она сейчас беременна, то это вообще пикет будет. Пришла на день рождения без живота. Ушла с животом. Вот это номер. Ну, давай быстрее. Хватит руки мыть. Вперед. Что такое? Неудачный мух. Что? Как это? Ты, вообще-то, с мужем это делала? Ну, что так? Так, нас, короче, выгнали отсюда. Мы тест на беременность так и не смогли сделать. Просто вышли на публику. Не гляжи. Нормально. Это абсолютно адекватно. Давай, 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 скорее. Давай, Даррен, валя отсюда. Вперед. Ну. О, да. Вот это папандос. Чего ты, поболтать? Ты хочешь ему сообщить? Рассказать главную? Какая ты молодец. Адам сейчас будет в шоке просто. В полнейшем. Ну, вперед. Давай, расскажи ему. Потом, вот, Жизель еще здесь. Чего ты? Он сердитый? В смысле? Нет, он радостный. Слава богу. А, то есть она его осчастливила и все. Все хорошо. Ну, давай, есть что ли, скажи. Рассказать главные новости. Да, давай, 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 давай. Вот мы сейчас ей расскажем. Да мы, блин, всем сейчас расскажем. Слушайте, самое смешное, вы прямо зачали тут при вас, прямо на этой кровати, пока вы там сидели и кушали. Боже, Симс, я тебя обожаю. Ты такой сплошной конфуз. Конфуз конфузом погоняет. Гениально. Все, в общем, ты ей сказала? Ты сказала ей? В общем, сказала. Ребят, я думаю, на этом стоит закончить наш сегодняшний ЛФП, потому что он получился очень насыщенный. Ну, прям пипец какой насыщенный. И довольно веселый. Вы это сами заметили, потому что у нас что здесь только не случилось. О, еще и Рэйчел пришла сюда. Ну, вообще шикарно. Ну, в общем, Рэйчел мы заберем в следующей серии. Я думаю, так будет гораздо лучше, потому что пускай Мари там сама разбирается со своими проблемами. А у нас тут... Итак, у нас получается сколько? Два мальчика. Рэйчел будет в семье. И еще беременная Васька ходит. Ох, семья, ты меня убиваешь. Ты так просто разрастаешься на глазах. Ну, это прекрасно. У нас такая большая генеалогическая вот эта вот ветвь. Все у нас так все со всех сторон, вплоть до инопланетян. Я уверена, что и потом у нас и вампиры появятся. Ну, если потом сверхъестественные существа захотят ввести разработчики нам. Посмотрим уже. А может быть, если питомцы появятся, может, и их еще разводить будем. Ой, я чувствую, один город тут будет просто состоять из наших детей. А если вам понравился сегодняшний летсплей, то вы можете поставить палец вверх, подписаться на канал, чтобы не пропустить продолжение. Мне показалось, или там стоит Ванька. Я не знаю. Нет, нет, да, нет. А, нет, был косманчик. Хорошо. Что ж, с вами была Крис. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok